Здравствуйте, добрый день, уважаемые эксперты, уважаемые участники, уважаемые зрители. Я рада приветствовать вас на очередной экспертной встрече региональной аналитической платформы Кабар.Азия. Сегодня мы вместе с нашими уважаемыми экспертами будем обсуждать проблемы экологической миграции в странах Центральной Азии. В последние годы вследствие глобальных процессов по изменению климата в мире все чаще стал звучать термин «экологическая миграция». Этот термин, как я уже сказала, появился не так давно, и, насколько мне известно, есть страны, в которых это понятие не применяется, но ситуация, к сожалению, такова, что практически во всех странах нашего региона, несмотря на отсутствие этого термина в обиходе, экологические мигранты имеются, и, наверное, уже давно. Давайте сегодня мы поговорим о том, кто они такие, экологические мигранты, и как они появились, много ли их, как они живут, с какими проблемами сталкиваются, как правительство стран Центральной Азии регулирует жизнь экологических мигрантов, можно ли снизить нагрузку на экономики стран региона от вынужденной экологической миграции, и что нужно сделать для того, чтобы улучшить их жизнь. Обо всем об этом я попросила рассказать экспертов, специалистов из четырех стран Центральной Азии, которых я с удовольствием сейчас вам представлю. Из Казахстана с нами на связи Нуджамал Эминова, исследовательница в области прав человека, гендерного равенства и инклюзии, менеджер по наращиванию потенциала и консультант компании «Ширак» и ее сети организаций с инвалидностью и женских организаций по всему Казахстану. Нуджамал имеет степень магистра в области государственного управления. Добро пожаловать, Нуджамал. Из Кыргызстана с нами климатолог Зоя Кретова, региональный координатор КНО по проекту про изменение климата и устойчивость Центральной Азии, специалист в области климатологии и метеорологии, имеет опыт работы в Кыргызгидромете в сфере климатического финансирования, а также в различных национальных проектах по анализу изменения климата и оценке его воздействия на жизнедеятельность человека и сектора экономики. Она очень часто выступает с просветительскими лекциями по изменению климата для молодежи и, наверное, не только. Из Таджикистана сегодня со мной в одном офисе, в одном кабинете сидит эксперт из Государственной миграционной службы Министерства труда и занятости населения Республики Таджикистан Теруджиддин Олимов, человек, который знает очень многое, если не сказать все об экологических мигрантах в Таджикистане, потому что он работает начальником департамента внутренней и экологической миграции, миграционной службы Министерства труда Республики Таджикистан. Узбекистан представляет эколог профессор Наргиско Симова, доктор филологических наук, руководитель общественного объединения «Эколог». Добро пожаловать, уважаемые эксперты, спасибо вам за то, что вы нашли время и откликнулись на мое приглашение. Итак, как я вам уже писала, наша экспертная встреча состоит из трех блоков. В первом блоке я хочу, чтобы вы, уважаемые эксперты, рассказали о ситуации с экологической миграцией в ваших странах. В последнее время мы являемся свидетелями большого количества стихийных бедствий, наводнений, сели, оползней, которые причиняют как материальный, так и моральный ущерб нашим странам. И вот у меня вопрос, увеличилось ли число вынужденных экологических мигрантов. И прошу вас рассказать о ситуации с ними. Ну, Джамал, мы будем по алфавиту стран, а потом в обратном порядке, поэтому Казахстан первый. Пожалуйста, вам слово. Мы нынешней весной были свидетелями небывалого наводнения на севере вашей страны, но, возможно, жители этих затопленных регионов не относятся к экологическим мигрантам. Вообще есть у вас экологические мигранты? Насколько я знаю, расскажите нам о ситуации в Казахстане, когда они появились, примерно их число и также какие основные проблемы вы видите. Пожалуйста, вам слово. Добрый день всем. Благодарю, Лола, за представление. Действительно, тема очень такая злободневная, очень важная. Благодарим платформу Кабар за вот эту возможность организации такой дискуссии. На самом деле наш регион, да и вообще в целом, если глобально смотреть весь, мы уже чувствуем на себе последствия изменения климата и недавние наводнения, которые охватили наш запад, север Казахстана достаточно серьезно. Еще раз подчеркнули важность решения этих вопросов, важность того, чтобы обращать внимание на вот эти процессы изменения климата. Если говорить про экологических мигрантов, то действительно такое явление имеет место быть. Я сама хочу сказать, что я сама являюсь экологической мигранткой. В 90-х годах моя семья переехала из региона Аральского моря, из города Нукусо, переехала в Казахстан, в Алматинскую область по причине того, что влияние климата, ухудшение, вот эта катастрофа экологическая именно в районе Приоралия, оно способствовало тому, что ухудшение здоровья. В частности, моя сестренка, она испытывала астматические симптомы, синдромы. И вот нам пришлось менять климата для того, чтобы… И действительно, как только мы переехали сюда, вот это всё нормализовалось, здоровье. Вот то есть на себе я испытывала, да, что значит быть экологический мигрант. Я прошу прощения, я, наверное, видео отключу, потому что не уверена связь, насколько сейчас чётко слышно меня. Вот, вообще, в целом, если посмотреть отчёт Граунсвелл, это такая глобальная компания, они прогнозируют, что к 2050 году 216 миллионов человек в шести регионах, в том числе и из Центральной Азии, могут переехать в пределах своих стран. То есть внутренняя климатическая миграция будет расти, это неизбежно, в течение нескольких десятилетий, и потом ещё ускорится во второй половине этого века. Вот, если при условии, если страны сократят глобальные выбросы парниковых газов и не повысит устойчивость к этим последствиям изменения климата, то, в принципе, если повысится вот эта устойчивость, то вот эту экологическую миграцию можно снизить на 80%. Но это при условии, что, значит, будет сокращение глобальных выбросов. Вот, если говорить про Казахстан, Казахстан находится в числе тех стран, где как раз-таки мы уже ощущаем вот это повышение температуры годового значения, и вот будет повышаться эта температура очень резкими быстрыми темпами. Поэтому, вот, то есть есть такая оценка даже наблюдения с 1986 года до 2005, и вот как раз-таки вот эти повышения температуры приводят к тому, что тают ледники, а пустынивание происходит, селевые потоки, наводнения и другие катаклизмы. И по оценке Всемирного банка, 26% населения Казахстана проживает в районах, подверженных как раз-таки оползням, селевым потокам, которые могут одновременно происходить с наводнениями. И, значит, вот это вот прогнозирование изменения количества осадков во время сильных дождей, селий показывает увеличение, значит, в диапазоне 5-20% в ближайшее время. Таким образом, сход селий в 10 раз увеличится, да, и это будет представлять угрозу для 156 городов и поселков Казахстана, в том числе для Алматы. Это вот немного статистики, да, для того, чтобы мы понимали, что вот этим экологическим мигрантом может стать практически каждый из нас, да. Вот, если говорить вообще про терминологию, то на самом деле вот такого определения, как категория «Экологический мигрант», она согласно Глобальной комиссии по международной миграции, то есть это люди, которые вынуждены переселяться вследствие экологических катастроф, вынуждены переселяться. Вот, но надо сказать, что на уровне международного права, так опять же, нету определенного какого-то такого термина, какой-то его культуры бы описывал вот это все, как бы, скажем, признал статус, да, скажем, вот этой экологической миграции, чтобы он возрос, да. Вот, таким образом, значит, вот эта экологическая миграция, мы видим, что по всей планете она имеет место быть, и вот эти вот экологическая катастрофа, в том числе, происходит не только по причине изменения климата, но и антропогенного фактора, то есть мы видим, что и со стороны человечества, да, происходит вот эти вот, значит, воздействия, и, соответственно, здоровье, да, ухудшается, то есть если говорить, опять же, про Аральское море, да, то есть вот эти вот, как бы, бури, да, которые, пыльные бури, которые содержат в себе сульфатные хлоридные соли, они вызывают болезни системы кровообращения, органов дыхания, туберкулеза или же онкологию различных видов и так далее, да, то есть мы можем целым, как бы, будущим поколением, из-за этого, как бы, такой, может быть, нанесен непоправимый ущерб, вот. И, соответственно, если говорить про казахстанское законодательство, то у нас в законе о миграции населения впервые, вот в 2011 году включили этот термин, экологическая миграция, и он включает в себя причины, экологические причины внутренней миграции на переселение, то есть с одной территории, с особо неблагоприятными условиями окружающей среды в другую, то есть это переселение, согласно этому закону, может быть добровольным или организованным. В случае, если это организованная миграция, то семьи, которые переселяются, они могут получить право на компенсацию, вот, таким образом. Но здесь еще, конечно, можно отметить ряд проблем, которые, да, высвечиваются сразу, да, то есть определенное, это вот признание необходимости статуса экологического мигранта, да, потому что этот статус, он позволит человеку получить некую поддержку от государства. Если говорить про наш кейс, когда мы переезжали, к сожалению, мы вмиг лишились того положения, да, наша семья достаточно устойчиво проживала в своем регионе, в миг мы, когда переехали, нам пришлось, как бы, ну, скажем, не тот уровень жизни, который у нас был, это и жилищные вопросы встали, и вопрос трудоустройства родителей, и образования детей, которые не являлись гражданами в тот момент, вот. То есть, не говоря уже о состоянии здоровья, да, что это нужно восстанавливаться же после вот воздействия такого экологического, да, и доступа, свободный доступ к медуслугам должен быть обязательно, вот. И, конечно же, вообще, если говорить про исследовательский ландшафт, тут вообще, да, очень глубокая потребность вообще в проведении глубинных исследований по экологическим причинам экологической миграции, да. Вот этого нам не хватает на сегодняшний день. И если говорить про самих людей, это вот на своем примере, опять же, это слабая осведомленность о воздействии экологических условий проживания на собственное здоровье. То есть, люди даже не понимают масштаб вообще воздействия, если не на них прямой, да, то есть, а то какое это будет последствие и на их, как следующее поколение, да, на их детей и внуков и так далее. Вот. И, конечно же, для государственной политики здесь очень важно предусмотреть сценарий развития регионов, вот управления миграционными потоками и вообще интеграции климатических приоритетов вот в эти стратегии национальные. Очень важно, чтобы это, как бы, можно спрогнозировать. Я прошу прощения, но, Джамал, у нас есть еще два блока, где есть, что делается и ваши рекомендации. Тогда мне вот просто интересно, много ли экологических мигрантов в Казахстане, как вы считаете, по вашему оценку? Или нет, как вы сказали? Да, вот, как я уже отметила, вот такой вот четкой статистики, к сожалению, да, не ведется. Самого вот понятия экологический мигрант достаточно, то есть статус, да, вот этого экологического мигранта нет. В отличие, допустим, статус Кандас, да, там вот этот статус, он позволяет вот этническое, человеку этнической национальности, да, Казаху, в частности, да, здесь получить набор услуг и доступ к гражданству и так далее, да, то есть если сравнивать, да, то, а экологический мигрант не имеет вот таких преимуществ, как, допустим, тот же Кандас, да. Спасибо большое вам, да, мы еще предоставим вам слово. Да, сейчас я хочу предоставить слово представительнице от Кыргызстана, Зоя Кретова, добро пожаловать, Зоя, вот когда мы с вами обсуждали ваше участие в этой встрече, вы сказали, что термин экологический мигрант и, по сути, не закреплен еще в вашей стране, но наду, я думаю, что на самом деле ситуация, скорее всего, такая же, как и в других странах, и есть множество проблем. Расскажите, пожалуйста, нам о ситуации в вашей стране. Спасибо. Здравствуйте, Лола, здравствуйте, дорогие участники. Я, позвольте, все-таки я люблю оперировать цифрами, фактами, да, конечно, непрямыми, более косвенными, но, тем не менее, так, сейчас я, наверное, режим поменять сейчас, извините, надо другую демонстрацию запустить, секундочку. Да, да, действительно, вот предыдущая выступающая, конечно, очень полно, так скажем, емко осветила уже вводную часть по миграции, действительно, добавить, наверное, по общей терминологии, по общей проблематике особо нечего, да, позвольте, я, наверное, попробую осветить эту тему немного с косвенной стороны, как бы со стороны проведенного исследования Всемирным банком, потому что официальной статистики, конечно же, у нас нет, потому что нет такого термина, нет, соответственно, нет термина, нету проблемы, я бы так это, наверное, назвала. И хотелось бы, наверное, начать вообще, сколько у нас в стране мигрантов, и далее уже, как бы, раскрыть эту тему. То есть, вот вы видите на графике, да, представлена динамика с 2000 по 2021 год о количестве мигрантов в Кыргызстане именно за пределы страны, и мы видим, что пики были в 2007 и в 2010 году, и, конечно же, на первый взгляд, так скажем, кто знает политику Кыргызстана, эти, конечно, пики больше связаны с политическим контекстом. Допустим, для меня, как для климатолога, найти связь, так скажем, корреляционную связь между данной статистикой и какими-то климатическими факторами, либо экологическими катастрофами, экологические катастрофы мы понимаем, что они отчасти включают и климатические бедствия, и эстифийные бедствия, то здесь, как бы, эта связь не обнаруживается, да, потому что, ну, допустим, были года, когда по стране наблюдалась всё-таки засуха масштабная, но эти пики не отвражены именно в переселении людей, ну, то есть в миграции людей. Однако, вот, повторюсь, что у нас мы являемся счастливым обладателем отчёта Всемирного банка, который проводили исследования на основе анкетирования, опроса населения, то есть это исследование было проведено как в Казахстане, так и в Казахстане, и я хотела бы вам рассказать некоторые цифры факты на основе этого доклада. На данном слайде представлены именно данные о, как люди связывают миграцию с изменением климата, и мы видим, что наибольший, так скажем, отток миграции люди связывают именно в Бишкеке и в Баткене, то есть практически 93-95%, то есть именно по мнению людей их миграция связана с климатом. Понятно, это воздействие не прямое, это прежде всего обусловлено очень высокой связью с сельским хозяйством. Баткен вообще у нас выделяется как область с самым высоким уровнем миграции, опять же в силу того, что нет промышленности там особенно, не развита промышленность, в основном, конечно, люди занимаются сельским хозяйством. По собственному опыту, по общению с местным населением, я знаю, что зачастую трудоспособное население принимает решение о выезде из страны на заработки в раннее весеннее время года, когда они уже могут оценить, будет ли у них урожай, например, абрикоса. То есть если случаются заморозки, то, соответственно, они понимают, что никакого урожая им не следует ожидать, и они уезжают. Ну, конечно же, у нас самая популярная страна для трудовой миграции – это Россия. В принципе, кроме моих собственных данных, так скажем, опять же, Всемирный банк на основе анкетирования вот такие следующие выводы продемонстрировали, когда опрашивали население, влияли ли погодные потрясения вообще на вашу семью за последние 10 лет. И вы видите, да, вот синим окрашены именно положительные ответы, и опять же положительные ответы больше всего в этом случае уже в Нарыне и в Джалабаде. То есть в Нарыне, в основном эта зона у нас известна тем, что здесь распространено животноводство, то есть здесь люди находятся в прямой связи, так сказать, прямым воздействием от погоды, потому что животноводство, если при введении животноводства люди встречаются с засухой, то есть, соответственно, это обуславливает очень большие потери, потому что нету кормовой базы, нет возможности заготовить кормовую базу на предстоящую зиму, плюс если это суровая зима, это также негативно сказывается на их образе жизни, на их жизнедеятельности, да, то есть, конечно же, люди очень сильно реагируют, конечно же, говорят, что, конечно, безусловно, на нас влияет очень сильно, на нашу жизнь влияет погода. И наиболее, конечно, опасными явлениями погоды, которые влияют, опять же, на жизнедеятельность людей, по мнению респондентов, это оказывает засуха, потому что, опять же, логичная связь, потому что находится страна под сильной зависимостью от, извините, сельского хозяйства. Что касается ответной реакции, что люди предпринимают, какие меры предпринимают, когда они встречаются вот с какими-то катаклизмами, да, то есть, опять же, на первом месте это продажа скота, то есть, опять же, человек, встречаясь с сложностями, ему ничего не остаётся, как продать скот, ну, исследование это утверждает, что, возможно, вероятно, это связано с тем, что это такая прямая ответная реакция, например, на случай возникновения оползня, да, то есть, когда очень требуется, допустим, либо переехать, либо восстановиться, то есть скот, понятно, это живые деньги, и, как бы, это самый лёгкий путь, чтобы компенсировать потери ущерба. И, ну, как бы, наверное, следующий уже вопрос, это больше касается следующего, следующий слайд касается следующего блока вопросов, поэтому, да, наверное, я пока приостановлюсь. В принципе, хотелось бы ещё добавить то, что, конечно, у нас, к счастью, в нашей стране нет таких больших экологических катастроф, как, например, в Казахстане, связанные с Аральским морем, нет таких больших катаклизмов, как наводнения, есть локальные чрезвычайные ситуации, такие, как сели и паводки. И, конечно же, у МЧС существует определённый протокол ликвидации населения, временной ликвидации населения до того момента, пока не ликвидируют последствия, то есть пока это место не станет безопасным. Но, опять же, это можно её рассматривать как миграцию, но это внутренняя миграция и это временная миграция. Конечно, существуют некоторые программы, которые позволяют людям переселиться из опасных очагов, но, опять же, эта практика очень, скажем, такая сложная, потому что люди просто не хотят, как правило, уезжать с аналюбленных мест, там, где жили их предки, потому что, ну, в силу, так скажем, традиций. Поэтому вот это вот то, что хотелось бы также добавить дополнительно, кроме приведённой статистики. У меня пока всё. Спасибо большое, Зоя. Да, как уже отметили двое наших выступающих, в том, что экологическая миграция – это новый термин, но он, наверное, будет в дальнейшем всё чаще и чаще использоваться. Вот сейчас я хочу предоставить слово Сирочдину. Сирочдин, вы возглавляете управление по внутренней и экологической миграции и владеете, наверное, полностью ситуацией. Пожалуйста, поделитесь вашей экспертизой с нами. Какова ситуация, что за проблемы стоят перед вашим управлением или… Да, я сейчас дам во время, когда вы включите. Мы в одном кабинете, поэтому у нас будет эхо. Сколько их? Когда они появились? Из каких районов? Переселение было, я знаю, в Таджикистане ещё давным-давно. И каковы основные проблемы, связанные с экологической миграцией в Таджикистане? Пожалуйста, вам слово. Да, вас не слышно, к сожалению. Микрофон отключён у него. У Сирочдина. Да, видимо, вы в одном помещении находитесь, надо… Вот, заново. Теперь слышно? Да, теперь слышно. Привет всем участникам. Я говорю, мне очень приятно, что участвовать в таких специалистах. Я в этом уже лет 12 работаю в миграционной службе, 13 уже год идёт. В этом управлении, начале управления уже 4-5 год идёт. Мне приятно участвовать. Я заранее извиняюсь за свою русскую речь, потому что я иногда путаю, потому что давно у меня не был такой разговор по-русски, как общаться. Заранее извиняюсь. Так, чтобы там сидят эксперты. Ну, думаю, они меня поймут, про что я говорю, про что это речь. Ну, у нас с 2000, с нулями, да, 2000 году у нас начались вот эти экологические мигранты. У нас, так как, что 93% у нас горный этот, поэтому у нас больше, больше 1200 мест экологических опасностей, да. Основные облезни у нас есть, вот сейл, вот это землетрясение, а так, что у нас сейсмический этот, активность у нас, поэтому у нас очень много. До сегодняшнего дня, вот не сегодняшнего дня, до 2002 году было 72 тысяч семей, и это 400 тысяч человек. Пройдём это одного из других местах, переселённых, да, переселённых, мигрантов, экологических мигрантов. Ну, очень у нас, очень много, многое. У нас определяет этот статус мигрантов, экологических мигрантов, 3-4 министерства, министерства заместец, вот это труда, миграционная служба, МЧС, и геологический, при правительстве, да, комитет геологии, при правительстве республики. Вот они определяют, первое, геология определяет эти места, МЧС даёт добро, потом вот миграция с ВСФР, и проведёт вот все остальные дела у нас, вот этот статус, всё это в течение нескольких месяцев, все проверяют, все люди, потому что геология у нас, допустим, в 67 районах и городах, там у нас где-то по 48 районов и городов в республике, и в республике, в каждом районе где-то по 28 селу, от 28, от 25 до 48 селу, которые имеют вот таких мигрантов, экологические, чистые экологические, что они заранее, они предупреждают, конечно, как вот Зоя, она сказала, что трудно адаптировать на новое место, у нас тоже такое есть, у нас даже есть, иногда помогает Министерство здравоохранения, потому что они, когда мы переселяем, у них первое время они живут у нас в палатках, есть у нас такие. Вот у нас есть ещё такое экологическое место, что мы гадимся, у нас строится Рагунский гельс, ещё есть место затоплённое, у них мы переселяем, как вот сказала она, что они люди веками живут там, годами живут, они же тоже не хотят расставаться с этими местами, жить на новое место там трудно. Вот с этой стороны у нас Министерство помогает, у нас это в первую очередь, насчёт инфраструктуру, в первую очередь у нас Министерство свой этот пункт открывает, где мы, вот где вот, допустим, правительство разрешает, эти земли распределяют, вот где дают место для нового жилья для этого, вот в первую очередь у нас открывается там медпункт, потом в первую очередь открывается пункт, потом дорогу, электроснабжение вот это делают, и то, что государство, и то, что ещё другие, да, другие помогают. Ну, в основном у нас сейчас с Рагунского района, ну, Рабацкого района, у нас очень много таких. Потом с других районов, где оплесни, вот этот камеопады, вот сейсмические вот места есть, повышение сейсмических мест, оттуда переселять на других, на новые места. Вот, допустим, я вот, не допустим, а точно, вот при постановлении правительской республики был, я сам участвовал, в этом году, вот недавно мы подписали новый указ, 525 человек, экологических мигрантов, которые мы перенесём в других местах в течение трёх года. Я вам ещё свой отчёт, от того, что я не успел, я вам отправлю отчёт полностью, как мы работаем в республике, какие у нас места, что мы им предлагаем. Вот последнее, вот это наше постановление вышло, одобрил предприятие республики, что 520 человек, чисто экологически, не внутренние мигранты, это отдельная уже тема, это, ну, у них вообще другие проблемы, да, а экологически это очень-очень тяжёлое у них, потому что свои родные места не каждый, не каждый может оставить и поехать на новое место жить. Тем более, вот, допустим, весь село не может, не хотят, и там появляются люди такие, что говорят, что нет. И мы вообще не, вот здесь что будет, мы останемся здесь. У нас такие очень много бывает иногда. Вот в этом году 175 человек, мы уже из этих 120, уже, как сказать, на 100-шкал, вот это... Где-то мы, да, до сегодняшнего дня, вот он вышел, это указ 17 февраля, а вот до 1-26 июля уже 43%, нет, даже 47% мы выпалили это. Ну, это добровольные, которые они согласились, они знают, что там уже невозможно жить, они перейдут на другое место, но в конце потом есть некоторые люди, что вы не хотели, ну, это со всеми министерствами объясним, что будет, останется, если люди, кто останется, это очень работливая работа, это трудно, ну, дай бог вам всем видеть это, потому что люди иногда плачут там, ну, не такой этот, чтобы радоваться, что я выполнил, допустим, вот этот приказ, я людей отправлю с одного места на другое место, ну, хотя бы там хорошие места есть, но люди давним, веками живут, они редко поймут, что здесь уже опасно для жизни, но когда МЧС и биология действительно покажут, что вот у вас в течение, вот, допустим, года, сегодня больше вот ваша земля не годоспособна будет, вот такой, вот это есть, они потом поймут. Если есть люди такие, что они даже не хотят, пока не увидят вот этот случай, не уйдут, поэтому очень трудно, очень трудно, не дай бог, чтобы в ваших республиках были такие мигранты, у нас, потому что от того, что у нас 93% горный, это, поэтому у нас очень-очень много. Миграционные службы им помогают, при, вот, допустим, везти на новое место иногда помогают, не иногда, а всегда помогают, насчет транспорта помогают, выделяют кредиты им, чтобы, есть безвозмездные, есть государство помогает, плюс миграционная служба каждому члену, то есть главе семьи по 5000 суммон, это 500 долларов сейчас, а раньше было, это 2000, 2000 годах, это было 1200, сейчас курс, да, курс играет там, поэтому сейчас 500 долларов для, вот, первые нужды, короче, им надо будет для этого определять. Мы перейдем к тому, что делать в следующем году, у меня сейчас вопрос, в какие места ли ты переселяешь, скажите, из горных равнин, да? Равнин, где вот можно, вот, какие места, у нас есть места, которые давно не используют, но они раньше были для вот скотоводства, да, но это были равнины, сейчас их определяют, вот, на хорошие места, там переселяют, в первую очередь водоснабжение открывают, вот, это министерство захоронения, пункты открывают, школу открывают, государство открывают, дорогу сделают, вот, те места, которые им понравятся, лучше для проживания, чем они живут, и МЧС дает добро, там, чтобы в течение, допустим, 50-100 лет не будет никаких вода, вода, этот, и камнепадов, вот, таких места. Спасибо большое, я хочу поговорить. Спасибо большое, Серуджитин. Да, действительно, Таджикистан, поскольку это, как Серуджитин сказал, горная страна, она очень давно сталкивается с такими трудностями, я помню, что даже у нас первые переселения, вот, например, как, ну, Джамал рассказывала, мой отец также был переселенцем, их из горных районов, Гармской, ну, Гармского района, их переселили, вот, в Хатловскую область, в Ухтарский район. Это было еще в 40-х годах, по-моему, да. Ну, и, да, спасибо еще раз. Сейчас я хочу предоставить слово Наргиз Косимовой. Наргиз, пожалуйста, вам слово, расскажите. Меня было слышно? Да, 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 слышно, меня слышно? Да, да, да. Здравствуйте. У меня просто интернет иногда глючит, поэтому я не буду включать видео, с вашего позволения. Хорошо. Спасибо. Здравствуйте. Я Наргиз Косимова, руководитель общественного объединения «Эколог», и эта тема мне очень интересна, когда предложила выступить на эту тему. мне пришлось поискать довольно много информации. Почему? Потому что, оказывается, я предполагала, что у нас не ведется статистика климатических мигрантов, обращалась в агентство по делам мигранции, миграции, и там тоже сказали, что они не ведут такую статистику. В Министерстве экологии, защиты окружающей среды, изменения климата тоже такой статистики нет. ни в Министерстве сельского хозяйства, ни в Министерстве водного хозяйства на такой статистики, оказывается, у нас нет, и на это пока у нас не обратили внимания, к сожалению. Хотя последствия изменения климата могут оказаться для Узбекистана намного опаснее, чем для других стран, потому что 25% экономики и 20% рабочей силы в Узбекистане именно заняты в секторе сельского хозяйства. И изменение климата, оно уже ударяет, даже сильно ударяет по этой отрасли, и при негативном развитии ситуации объем внутренней и внешней миграции населения может возрасти. И в частности в Узбекистане существуют несколько основных экологических проблем, влияющих именно на миграцию, на климатическую миграцию, на жизнь и здоровье людей. Но это всем известно, это высыхание Аральского моря, потому что именно при Арале оттуда входят республика Каракал-Пакстан и Харизмская область, и территория их довольно обширна, она занимает 1 третью часть всей республики. И источение водных ресурсов в данном регионе, вызванное строительством ирригационных систем, привело к серьезным экологическим последствиям, сокращение площади Аральского моря, привело к высокому уровню засоления почв, пылевым и соляным бурям и ухудшению качества воздуха, что угрожает здоровью жителей не только при Аралье, но уже и угрожает здоровью жителей других регионов тоже, потому что все вот эти ветра, они разносят вот эту соляную пыль по всей республике, и плюс от этого страдает даже республика Казахстан, как я слышала. Второе – это, естественно, опустынивание. К сожалению, вот по последним моим данным, хотя эта статистика не озвучивается, просто из-за того, что я плодную занимаюсь экологическими проблемами, я нашла эту статистику. Оказывается, в Узбекистане каждый год около более 10 тысяч квадратных, более 10 тысяч гектаров, короче, влияет, опустыни влияет на более 10 тысяч квадратных, на более 10 гектаров земли, это очень большая цифра, и изменение климата ведет к увеличению вот этой частоты и силы засух, и пустынных ветров. Естественно, это приводит к потере почвенного плодородия, а из-за этого люди могут покинуть земли, и искать новые места для жизни, где есть вода, естественно. Второе – это индустриализация, и нехватка средств для экологического контроля, которые приводят к загрязнению водных и воздушных ресурсов, и это уже ощущается в самой столице, в городе Ташкенте, я уже не говорю о пригороде, об областях. Это создает угрозы для здоровья населения, естественно, и приводит к необходимости перемещения людей. В основном у нас, я вот подразделила климатических мигрантов на несколько категорий, то есть это мигранты, во-первых, нелегалы, то есть в основном люди, которые покидают свои земли и уходят на более плодородные, в основном уезжают за границу, то есть они просто оставляют семьи, уезжают за границу, я почему пришла к этому, мы почему пришли к этому выводу, мы проводили в прошлом году, это был апрель-май месяц в республике Каракалпакстан и в Джизакской области опрос среди женщин, сельских женщин, то есть у нас опрос был нацелен немножко на другую тему, но из этой темы как бы выяснилось, что существует тут другая проблема. У нас опрос был нацелен, как влияет изменение климата на гендерное насилие, но когда мы, вот я сама опрашивала там более 50 женщин, то есть когда разговариваешь с женщинами, когда уже они открываются, то есть они сказали, что они уже готовы покинуть свои обжитые земли, которые жили их предки, из-за отсутствия воды, из-за деградации почвы, то есть и есть в некоторых селах уже есть вот покинутые дома, просто люди стали уезжать из заселенных мест. Второе, это, естественно, трудовые мигранты, то есть из-за засухи, нехватки воды и низкого дохода растет количество трудовых мигрантов, которые в основном выезжают это Казахстан, Россия, Южная Корея. Сейчас поток пошел уже в Европу у нас, потому что из России многие возвращаются из-за нестабильности в регионе, из-за вот этих военных конфликтов. Ну, и в прошлом году, вот, в основном, откуда у нас реально стали уезжать, это, естественно, при Аралье. При Аралье в основном уехало, вот, где-то начиная с 2015 года более 4000 человек в Казахстан, но это в основном этнические казахи, потому что обмеление вот этого Аральского моря в Дельте Амудари привело к резкому ухудшению экологической ситуации, и люди стали покидать свои дома. В основном, вот, этнические казахи, они переехали более 400 тысяч человек, это вот по некоторым данным. И плюс еще, ну, тот факт, что именно в Казахстане был создан фонд, то есть общественный фонд Центр поддержки экологических мигрантов Узбекистана, это в Казахстане создано, оказывается, но у нас такого фонда, такого центра нету, к сожалению. Я сначала подумала, когда я нашла эту информацию, что Центр поддержки экологических мигрантов Узбекистана, думала, что это в Узбекистане, оказывается, это в Казахстане. И, а второе у нас начали, и вот в основном, это казахи уехали, этнические казахи уехали в Казахстан, а узбеки, вот каракалпаки, они массово начали переселяться в Ташкентскую область, в основном это город Ангриан, это раньше он был шахстерским городом, там добывали уголь, угол, там добывали уран, сейчас этот город возрос, вот туда очень многие переселились, и сейчас начинается как бы переселение из Ферганской долины. Мы в прошлом году по другому проекту проводили опрос среди женщин и среди населения, не только женщин, среди населения, которое граничит с Киргизией. Это Охблол, село, и село Валик. И там люди тоже жаловались из-за нехватки воды, и у них такое насторонение было, что уже говорили, что молодежь уже покидает обжитые места, потому что уже нельзя как бы заниматься именно фермерской деятельностью, очень стало сложно заниматься фермерской, сельскохозяйственной деятельностью из-за того, что отсутствует вода, и уже есть такое негативное настроение у населения по отношению даже вот к своим соседям. К сожалению, такое тоже было, и я знаю, что многие эти, опять же, все перемещаются сейчас в основном в Ташкентскую область, потому что климат Ташкентской области, он более мягкий, плюс здесь пока есть вода, и вот население Ташкента и города Ташкента, он стремительно за последние годы резко увеличился. И что вот можно сделать, на мой взгляд, когда я начала изучать? То есть сначала расскажите о том, что делается на уровне правительств, донорских, гражданских организаций. Мы в обратном порядке идем. Второй блок, да? Наргиз, начинайте вы, пожалуйста. Да, 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 давай. Ну да. Ну, в основном вот правительствам уделяются огромные средства, они, естественно, направляются в приоральскую зону, да, для улучшения быта людей. Например, в 2021 году в Муйнаке провели, то есть водопроводную воду, то есть там открыли даже аэропорт, там очень много денег было вложено, чтобы улучшить инфраструктуру именно вот этого района, городка. То есть начали выделяться субсидии для населения, чтобы люди не уезжали с земли, ну, освоенных земель. Плюс также государство, чтобы не было вот этих пыльных бурь, сейчас идет компания уже третий год, то есть высаживают дно Аральское море с Аксаулом. И есть очень хорошие результаты в некоторых районах, где появились как бы саксаульские леса, даже вот мне говорили, даже я фотографии видела, что там появилась живность. Кабаны, там зайцы, лисицы, волки и так далее. Ну, то есть, естественно, это уменьшает количество вот этих, количество пыльных бурь. А вот с водой у нас идет конкретная политика по отношению к воде, то есть государственная политика, что, во-первых, у нас была принята стратегия до 2030 года, и именно в эту стратегию третьим пунктом была внесена именно проблема воды. То есть постановлением президента сейчас начали контролировать, очень жестко начали контролировать именно как бы, чтобы загрязнение воды, то есть подача воду именно в далекие сельские зоны. И плюс даже вели мораторий, сейчас вели мораторий на раскопку гравий, добычу гравий в руслах рек, потому что это приводит к уменьшению, к высыханию рек и уменьшению количества воды. И плюс сейчас вот было как бы объявлено такой ударный, то есть постановлением президента было принято, чтобы бетонировать каналы, бетонировать вот арыки, чтобы как бы уменьшить расходы воды. То есть это все делается в борьбе против изменения климата, к адаптации к ней, да, и чтобы как бы люди, ну, улучшить быть и жизнь людей, потому что все это связано с водой. Но вот единственное, что меня огорчает и что я абсолютно не нашла, как я уже сказала в своем вступлении, то есть оказывается у нас абсолютно не ведется вот подсчет климатических мигрантов, и плюс абсолютно как бы именно в этом плане не обращают внимания на ситуацию. Мне кажется, надо проводить именно исследования в этом плане, да, сколько у нас климатических мигрантов, куда они перемещаются, почему они перемещаются вот из-за оползней, из-за засухи или из-за других этих природных явлений. Спасибо большое. И рекомендации, да? Рекомендации потом, да, сейчас я хочу предоставить слово, да, Серёж Дину, мы идем в обратном порядке. Серёж Дин, пожалуйста, расскажите нам, что делается на уровне правительства Республики Таджикистан для того, чтобы облегчить решение программы? Спасибо. У нас в первую очередь государство помогает, министерство наше тоже помогает. Рассказывал, что у нас в этом году 175 человек, при этом министерство занятости и миграции определил для них сумму 3 миллиона 300 тысяч ОМОН для вот этих людей. и вот по Рагунскому району, а там весь это всё, расходы, всё это то, что есть, государство вперёд на своё, это помочь, всё там до 0,08 участвовать на новой земле дают, покупаются все их дома по рыночному цену, по рыночному цену, где сколько стоит, и сверх им дают деньги для вот животноводства. Ещё у нас государство, знаете как, для гендерских ветвей, для женщин особо много делают там, ещё для них новые места работы, новые места для работы делают, большинство для женщин, потому что у нас на новых местах, которые определяют государство, самые лучшие места определяют. Я говорю, это уже мой третий этот, что остановление, которое вышло из государства, когда мы там работаем, как участники вот этого постановления, мы видим, что какие лучшие, лучшие места, чем раньше жили вот эти люди, у нас сейчас на новые места. Ну, конечно, они привыкли в этих местах, но всё равно государство делает так, чтобы они не чувствовали себя как новый. Они весь это, допустим, село в одно место поставлять, что они не чувствовали себя чужакими, допустим, на новом месте. В одном районе большинство вот приближается к центру, допустим, к столице. У нас есть Тошнезадинский вот эти районы, Файзабадский, Багаданский, есть же районы поближе к центру столицы. Вот определяется. В прошлом году я вот лично участвовал. 386 человек мы распределили в этом, в Файзабадске. Очень хорошее место. Там раньше был СА. Явлоки там выращивали, но там сейчас людей всех переселили там экологически. Вот из рассказов своих коллег, я так слушал, у них большинство все внутренние мигранты. А у нас внутренние мигранты это пожелания. Если хочется, допустим, с коллективом, если человек или из села, или из Кшелаков там 20 человек с семьёй поехать в другое место, это пожелания у них. Плюс с этим государство тоже помогает. Миграционная служба тоже помогает. У нас есть 303 человека в этом году. Внутренние мигранты. У них тоже определяли кредиты. Вот по 3 тысячи сумм у них помощь в первую очередь за перемещение. Вот для машин, которые грузовиком, что возят туда на новое место. Ну, для экологически очень-очень много делается. Даже у нас ещё вышла недавно стратегия до 2040 года. Там ещё 7 пунктов из этих для экологических мигрантов для экологических мигрантов. Вот таких у нас. Спасибо большое. Это хорошо, что правительство занимается помощью, но это очень большая нагрузка на бюджеты. Я думаю, что, наверное, используют и также какие-то кредиты, донорские деньги и так далее. Да, наверное. Меня слышно, да? Меня слышно было? Да, вас слышно. Да, вас слышно. Спасибо большое, Серуджидин. Зоя, вам слово. Расскажите, пожалуйста, какие меры предпринимаются правительством, гражданским обществом для того, чтобы улучшить жизнь? Вот. Или вообще, может быть, даже есть какие-то программы, да? Вот я вот вижу, что у нас вот здесь очень активно... Бахтыгуль Кубанчбекова говорит о том, что и вот Анна Рыкова, что есть... Да, действительно, есть правительство Рыбстана, да, действительно, включило мигрантов, вызванных климатов, концепцию миграционной политики. На самом деле, это документ, так скажем, спасибо большое, да, вот Анна, Бахтыгуль, да, что поделились этой ссылкой. На самом деле, к сожалению, наверное, это не очень-то знаменитый документ, ну, который, допустим, мне на глаза не попадался, да. Ещё раз благодарю вас. То есть, действительно, это уже важный шаг для определения, да, вот этой терминологии. И насколько вот я успела в этот момент изучить цели, так скажем, этой программы, да, вот этого пункта. То есть, прежде всего, да, действительно определить взаимосвязь. То, о чём мы начали говорить, что у нас очень неидентифицирована связь между, так скажем, окружающей средой, между деградацией окружающей среды, среды, между последствием изменения климата, к коим относятся очень большие риски. Я вначале обозначила, конечно, самые большие риски, как засуха, например, весенние заморозки для Баткенского района, который лидер по миграционным процессом. Тем не менее, как бы хотелось бы вот тоже от себя как бы добавить, опять же, по опыту работы в различных проектах, в том числе по идентификации горячих точек на территории Кыргызстана, связанных именно с климатической безопасностью. Климатическая безопасность, да, если её нет, то она, конечно, провоцирует эту вот миграцию вынужденную, тоже климатическую миграцию. Естественно, опять же, у нас вот такая самая потенциально горячая зона – это зона при Фергане, это вот эта, так скажем, зона полумесяца, да, Ферганского, то есть, где, опять же, самые большие конфликты за природные ресурсы, то есть за землю, за воду, и эти, конечно же, конфликты, они всегда усугубляются климатическим воздействием, то есть опасными погодными явлениями, плюс медленно развивающимися рисками, такими как засуха, такими как, действительно, деградация ледников, которая обуславливает дефицит поливной воды в критически важный летний период года. То есть, вот из всего того, что как бы было сказано, действительно, и вот, действительно, слава Богу, наше правительство обращает на это внимание, что прямого воздействия климата на человека и на его миграцию нет. Эта миграция обуславливается именно отсутствием средств к существованию, то есть, это как бы вынужденные меры, чтобы найти пропитание, да. И, конечно, первое, что, конечно же, вот многие проекты, может быть, даже не задумываясь о конечной цели работы над повышением, так скажем, устойчивости к изменению климата, на самом деле, тем самым помогают снижать уровень климатической миграции. Через какие меры? Прежде всего, конечно же, это само информирование о том, как климат меняется, как он воздействует на человеческую жизнедеятельность. И второе, это, конечно, адаптационные меры, как эти негативные проявления развернуть, так скажем, в позитивное русло и даже извлечь из этого выгоду. Но кроме этого, хотелось бы отметить, что очень важно развивать диверсификацию средств к существованию, да, то есть, чтобы, опять же, наше население не было зависимо только от одного источника доходов, от сельского хозяйства, потому что это всегда вызывало, вызывает и будет вызывать очень большие риски, потому что, опять же, это самый подверженный сектор к изменению климата. То есть, если домохозяйство, если семья, если у семьи есть альтернативные источники доходов, да, то, конечно же, из-за климатических угроз не будет такого риска, как вынужденная миграция, да, будь то временная, будь то постоянная. Поэтому вот как бы с моей стороны, мне кажется, и со стороны, ну вот моя рекомендация такова, и самое главное, что многие, действительно, проекты, международные доноры, многие неправительственные организации именно вот работают на местах именно по вот этим направлениям, прямо или косвенно оказывая поддержку по сокращению климатической миграции. И тоже хотелось бы еще, опять же, отметить вот, так скажем, нашу тоже такую проблему, как заселение, так даже, можно сказать, не то, что заселение, самозахват, наверное, территорий в опасных территориях, подверженных прохождению селей и оползной, да. Конечно, со стороны государства должны проводиться более, наверное, жесткие меры по контролю вот этой вот процесса самозахвата, по самозаселению, потому что люди зачастую не понимают, как бы, на какие риски они себя, как бы, каким риском они себя приводят. Поэтому это тоже вот так, мне кажется, это очень острый такой вопрос для нашей страны. Но я знаю, что у нас, крайне мере, недавно у нас при вот обсуждении с коллегой из МЧС сказали, что сейчас эти меры очень ужесточили. Действительно, очень проводится жесткий контроль по вынужденному отселению именно от самозахватчиков из селе опасных и оползнеопасных участков. Вот, в принципе, у меня как бы немножко, видите, так скажем, взгляд с точки зрения, наверное, адаптации к изменению климата, да, и, соответственно, это, конечно, должно позитивным образом снизить уровень миграции. Если есть аудитории что-то добавить, очень буду рада, спасибо вам большое. Я, конечно, очень хочу предоставить слово, вот у нас здесь очень хорошее обсуждение идет в чате. Спасибо вам большое, Зоя. Я хочу предоставить сейчас слово Нуджамал. Нуджамал, пожалуйста, вы можете рассказать о том, что делается, каковы проблемы, и сразу же можете дать свои рекомендации для того, чтобы ситуация как-то каким-то образом менялась. Спасибо вам, Слово. Да, Лова, спасибо большое. На самом деле вообще вопросу миграции у нас в стране уделяется достаточно серьезное такое внимание. У нас разработана, внедрена новая концепция миграционной политики, и в этом плане идет такое тесное сотрудничество с международной организацией по миграции. Плюс, вот если климатические изменения затрагивают, то там подключается всемирный банк, а азиатский банк развития оказывает техническую помощь и выделяет гранты именно в этом направлении, то есть там использование возобновляемых источников энергии и так далее, да, то есть инфраструктурное развитие. Вот. Надо отметить, что исходя из того, что у нас нету отдельного статуса экологического мигранта, у нас очень сложно выявить, они есть эти мигранты, и их, наверное, очень достаточно значительное количество, да, вот, но там идет такое пересечение интересное. У нас, в том числе, Казахстан вообще достаточно такая устойчивая страна, привлекательная с экономической точки зрения. Здесь у нас за последние 20 лет такое развитие поступательное, рост экономики, и, значит, здесь потребность в трудовых ресурсах реальная, да, и поэтому это страна-реципиент, страна назначения, то есть многие мигранты, они приезжают с этой целью, да, с целью заработка, и чаще всего вот даже те же самые экологические мигранты, они при выборе места проживания, они вот этот фактор обязательно ставят в приоритете, есть ли возможность заработка и адаптации в местной культуре, да, к местным реалиям и так далее. Поэтому Казахстан в этом плане очень как магнит, как маяк, да, вот, и в этом плане надо сказать, что у нас несколько программ, у нас есть программа этнической миграции, но перед этим надо сказать, что вообще есть внутренние экологические мигранты, есть внешние экологические мигранты, да, тут тоже свои нюансы. Если это внутренние экологические мигранты, они могут подпадать под наши какие-то госстратегии, госпрограммы, такие как, допустим, программа по этнической миграции, это север-юг, юг-север вернее, когда с юга вот этнические группы переселяются, этнические казахи переселяются на север, где у нас, вы знаете, большая территория, есть места, где очень плотность населения где-то очень высокая, а вот как на севере ее мало, да, вот эта плотность населения низкая, и, соответственно, вот эта программа работает для того, чтобы раз, ну, как бы, разровнять, и, соответственно, экологические мигранты с юга, они могут подпасть под эту программу и воспользоваться вот этими вот преимуществами этой программы, там, на жилье и так далее. Если говорить про, опять же, тех же Кандасов, это этнических казахов, которые, вот они могут быть внешние, да, экологические мигранты, опять же, это мой кейс, когда я являюсь казашкой, да, я воспользовалась этой программой и успешно адаптировалась в течение года, приобрела гражданство, я адаптировалась полутора лет гражданства и адаптировалась под местные условия достаточно мягко, да, вот, поэтому здесь есть свои плюсы и самое главное, что страна не отвергает, да, вообще мигрантов, потому что мы понимаем, что мы растем, нам нужны ресурсы, нам нужны трудовые ресурсы, нам нужны знания, технологии, там, навыки, да, уникальные какие-то, вот, поэтому в этом плане политика такая, да, вот, ну, опять же, я подчеркну, что вот нам нужны вот эти исследования, чтобы не просто разграничить эту группу, то есть, опять же, экологические мигранты нужно понять их потребности, ну, для того, чтобы им адекватные здесь меры реагирования, стратегии, да, по адаптации, по интеграции в общество, да, опять же, вот я в чате читаю вопрос касательно вообще приема, да, как местное население принимает это население, есть вообще вопрос, действительно вопрос, есть приемом мигрантов, то есть, с точки зрения, что, допустим, это не так остро, как в России, но тем не менее, иногда могут возникнуть вопросы, там, допустим, мигранты занимают наши трудовые рабочие места, вот, занимают, приезжают, и вот здесь, конечно же, вот эта просветительская работа, она ведется, но здесь надо отметить, у нас гражданское общество в этом плане очень активное, тоже подключается, старается развеять, да, вот эти вот напряженность, но не везде одинаково, опять же, у нас гражданское общество самое интересное, больше представлено на юге, да, это южные районы, северные, там не так много продвинутых лидеров гражданского общества и НПО, поэтому здесь очень интересные процессы происходят, когда вот сплетаются, да, вот эти несколько факторов, но сама по себе политика, она достаточно такая широкая, да, а у нас другой вопрос еще есть, это вот координация вообще всех наших ведомств, которые курируют это направление, да, то есть это имеется в виду министерства, то есть комитеты иммиграционные, плюс министерство здравоохранения, министерство труда, социальной защиты, то есть вот здесь пробуксовка есть, потому что если это внешний мигрант, да, то, соответственно, это нет документов соответствующих и так далее, то есть там свои вызовы, барьеры и дискриминация, да, возможно, фактор дискриминации, вот, поэтому в этом плане, конечно, здесь нужно работать, чтобы усиливать вот это климатическое, и плюс, конечно же, нелегальный статус, да, если, опять же, этот климатический мигрант переехал, трудится и не зарегистрировал себя, да, не выявил, то, соответственно, у нас очень суровые меры наказания, да, как и везде, я думаю, что вот этот момент выявления, да, легализации этих мигрантов, чтобы они могли воспользоваться всеми услугами, теми же медицинскими, теми же, опять же, школы, да, доступа к образованию, потому что они семьями приезжают, куда детей, детей надо устраивать в школы, да, а как устраивать, если у них элементарных нету, да, статуса пребывания у родителей и так далее, то есть это такой клубок, знаете, который нужно распутывать вместе, да, потому что иначе там очень много пересечений, нельзя сказать, что только комитет миграционной политики, все, или там министерство труда и социальной защиты нет. Вот на этой ноте, да, вкратце, я еще включусь в дискуссию, спасибо. Спасибо большое. Да, действительно, это проблема, которая, скорее всего, будет только нарастать, поэтому я бы хотела сейчас услышать ваши прогнозы и рекомендации. Насколько быстро смогут адаптироваться, будет ли число этих экологических мигрантов расти и что нужно делать в такой ситуации. Пожалуйста, Сиро Чидин, я вам предоставляю слово, ваши рекомендации и прогнозы. От того, что у нас очень сильная эта повышенность, у нас государство, конечно, помогает больше, чем другие организации, у нас выдается книжка, такая у нас книжка с миграционной службы, плюс по этому постановлению государства, вот допустим, переселяют мигрантов экологические учителя, доктора, кто чем работает. В течение трех месяцев они им оплачивают зарплату, плюс указан президента в течение трех месяцев, где вот все министерства должны дать им работу. Вот поэтому у нас такая рекомендация, что если конечно будет для мигрантов экологических работ, им продолжится зарплата не на три, а чтобы была на счастье хотя бы, потому что некоторые сразу не адаптируются, там у нас новые места, пока строят, плюс того, что государство подходит за имущество и за строительство экологических мигрантов, не внутренне, но им еще не хватает некоторые бытовые проблемы решают. Ну, конечно, государство во всем помогает, допустим, им сразу дорогу, свет, воду, все это делают, но все равно на новые места не каждый сразу привлекает. Для этого им надо на два-три месяца еще добавить срок, чтобы они хотя бы на полгода там, пока они занимаются, помогли. Вот у меня такая. – Спасибо большое. – Рекомендации хотела бы услышать, пожалуйста, Наргиз. У нас в Узбекистане многие министерства занимаются мигрантами, но до сих пор, как вот лучше было даже сказано в других государствах, странах, но до сих пор у нас не разработаны программы по их социальной адаптации, учебно-просветительской работы и не выявлено именно понятие климатический мигрант. Думаю, что целесообразно было бы задействовать сюда агентство по делам миграции, службы МЧС, ну, в случае экстременного переселения и размещения климатических мигрантов. Сейчас вот это перемещение и трудоустройство у нас занимается Министерство труда и социальной защиты, и вот именно службы МЧС, они могли бы разделить полномочия с Министерством труда и социальной защиты. Например, я изучила опыт других стран. Например, в Израиле существует, оказывается, Министерство абсорбации в Англии и во Франции вот для решения проблем климатических миграций накоплен очень огромный опыт и можно не опять опять не изобретать велосипед, а именно использовать их опыт. И кроме этого нужно естественно включить определение экологического мигранта в законодательство естественно нужно на основании провести исследование и на основании проведенного исследования разработать механизмы реализации программы осуществления контроля общественными организациями за его реализацией и естественно усовершенствовать работу государственных структур в этом направлении. Спасибо. Спасибо большое. У кого еще есть рекомендации, я могу предоставить слово или все сказали? Да, я вот хотела бы дополнить, что очень важно отдельно все-таки вот этот статус экологических мигрантов выделить в отдельную категорию законодательные ключи обязательно, и это даст возможность для доступа к широкому спектру прав, то есть это и доступ к достаточному жилью какому-то, временному или постоянному трудоустройству, инфраструктуре, каким-то медицинским услугам, юридическим услугам, то есть вот этот статус очень важно, как бы, потому что тут надо понимать характер немножко другой, да, то есть люди срываются с мест нажитых, потому что вот случается вот это вот явление, да, природного характера, которое воздействие резкое такое вот, ну не резкое или вообще воздействие, да, потому что на жизни людей, на здоровье людей, вот поэтому это надо законодательно урегулировать, это раз. А второе, опять же, то, что говорили другие коллежанки, коллеги, это то, что взаимодействие различных ведомств должно быть задействовано в этом вопросе, то есть нужно вот этот план действий, стратегию принимать именно совместно, каждое ведомство чем может какие, да, какие мероприятия, какие политики принять, чтобы адаптация была такой плавной, да, и интеграция происходила. Вот, другой момент, тоже разъяснительные такие моменты, что тоже среди, ну каких-то вот стереотипы, да, чтобы общество тоже понимало, да, ситуацию, что есть вот такие группы, которые вот соответственно нуждаются. И, конечно, вот этот правовой статус, он очень важен, да, если будет легализация, да, чтобы ни в коем случае, это же кто такие, это же те, которые сажают, те же урожаи собирают, да, то есть это дикане, крестьяне, да, соответственно, у них может быть не быть этих знаний, они вот переедут в страну и все, то есть они уже нелегалами становятся, если пропустили сроки, да, в своей вот этой регистрации, поэтому здесь надо и просветительскую работу проводить совместно НПО и госорганов, чтобы они не уходили в эту тень, да, потому что есть уже страшное понятие теневая, теневая экологическая миграция, да, то есть оно страшное, потому что что-то происходит с людьми, да, какие-то потоки и мы не можем понять, как помочь, и как это пресечь какие-то, да, нарушения, потому что если это нелегальное поле все, это торговля людьми, это там страшные явления проституции и так далее, да, поэтому надо здесь просто помогать и не то, что помогать, а выявлять и как бы легализовать в этом плане. Вот. Вот это хотелось бы добавить. И еще, конечно же, про исследование еще раз подчеркнуть, что до тех пор, пока мы не будем периодически проводить различного рода исследования на эту тему, мы будем пальцем в небо эти политики, эти все стратегии разрабатывать. То есть нам нужно понять потребности этих экологических мигрантов, причины и последствия. Вот это все надо изучать и предлагать действенные меры реагирования и решения вопросов. Спасибо. Спасибо большое. Очень важные вещи сегодня здесь обсуждаются, и мне кажется, что есть чему друг у друга у нас поучиться. И я все время призываю, что к сотрудничеству между странами Центральной Азии, потому что мы находимся и живем в одном регионе, у нас очень похожие ситуации. Поэтому я призываю всегда сотрудничать и находить решения общие, потому что мы живем в одном регионе, у нас изменения климатические влияют на нас очень сильно. Да, Зоя, я вижу вашу руку, пожалуйста, вам слово. Знаете, я хотела добавить такую дополнительную информацию с точки зрения глобальной климатической политики. Возможно, многие из вас знают, что сейчас появился такой новый фонд, климатический фонд, который называется «Потери и ущербы». И сейчас, конечно, разрабатывается механизм именно компенсации, да, вот чего хотелось бы пояснить. То есть здесь средство не будет выделяться чисто на адаптацию, здесь именно будет компенсация. Почему именно она важна в контексте климатической миграции? То есть, понимаете, когда случается уже непоправимый климатический риск, ну, например, конечно, самый яркий пример – это повышение уровня моря, когда, например, затапливаются именно островные государства. То есть здесь, естественно, единственный выход – это только вынужденное переселение. Вот это настоящие климатические мигранты прямого воздействия. Когда мы говорим о Центральной Азии, конечно, самый главный такой, наверное, опасный опасный, наверное, такой момент, который может, действительно, может быть идентифицирован как невозможность адаптации, необходимость компенсации – это деградация ледников, потому что мы ничего не можем сделать с ледниками, мы не можем затормозить скорость их деградации. Поэтому, возможно, когда этот фонд начнет действовать, когда наши страны найдут возможность получать средства из этого глобального фонда, конечно же, тогда, я думаю, что в фокусе внимания будут именно меры по сокращению климатической миграции. То есть это такая, мне кажется, очень хорошая перспектива для наших стран в поддержке от международного донорского сообщества. Спасибо, Зоя. Да, обычно мы всегда говорим про то, что я знаю, что вот климатологи говорят о том, что у стран Центральной Азии наименьшее антропогенное воздействие и очень большое и наибольшее, то есть наибольшее страдают страны Центральной Азии. Вот спасибо, что вы про этот фонд нам рассказали. Наверное, об этом тоже нужно обязательно говорить. Сейчас у нас есть возможность для того, чтобы наши зрители додали свои вопросы. У нас очень было бурное обсуждение в чате. Я вот вижу, что Бактегуль Кубанчбекова она ушла. И здесь вот у нас вот были какие-то вопросы от Анны Рычковой, которая спросила, есть ли проблемы с как жители тех регионов где-то там у Анны, да. Есть явления в селах, что не принимают переселенцев. А есть ли такие явления, вот, например, в Таджикистане, Серучи Диннука, расскажите-ка вы, включите свой микрофон. Спасибо. Нет, у нас такое нечто. У нас государство определяет место. Там есть с разных районов определяется всех в одном месте. Там не бывает таких ссоров, что у меня есть все про экологические документации. Пожалуйста, вот, если хотите, я оставлю свою электронную почту, я могу всем отправить, с чего начать, как, где, как мы строим вот эти дома, даже вот эти проекты, которые для них делаем заранее, мы им покажем. Впервые, когда переселяем вот этих экологических мигрантов, всегда у нас карта есть. Несколько мистерств нам помогают, мы покажем их места новые, которые там что будет, какие у них преимущества будут, чем старые места, на новые места, что у них, их не слушаем, что они хотят, чтобы на новые места у них была, допустим, школа, спортклубы, медпункты, магазинничок, спортуголки, что у них на старом месте нет, все это предлагается, другие вот министерства делают впервые вот эти необходимые вещи, потом их отправляем. У нас не было такое, но есть такие люди, что отказываются, но это для причины у них только не это ссорит, на новые места они всегда согласны, потому что государство определяет хорошее место, чтобы люди впервые посмотрели это место, потом пошли туда жить. Просто так с одного места, допустим, на другое место их просто так на разом не отправляют. Впервые отправляют комиссию их, допустим, если с одного села, допустим, 10 человек экологические мигранты возле, допустим, каналов, там у них сель идет или камнеопады, допустим, из них весь этот народ отправляют вперед на это новое место, посмотрят они, что для них подходит это или нет. У нас не знаю, такого нету сюда. Спасибо большое. Да, спасибо большое. То есть, я так понимаю, что плановое переселение есть в Таджикистане, да? Да, и новые места строятся. Хорошо, спасибо большое. Еще вот Анна Рычкова задает такой вопрос. Можно ли обозначить главные проблемы Средней Азии? Это что? Нехватка воды, деградация почвы. Кто ответит на этот вопрос? Нехватки нет. Давайте я отвечу. Да, давайте, Наркиз. Для всей Центральной Азии экологические проблемы, они практически одинаковы, несмотря на то, что рельеф немножко разный, потому что больше пустын пустынных зон это в Узбекистане, в Туркменистане, в Казахстане, а в Киргизстане, в Таджикистане это более горные районы. Но, несмотря на это, вот в первую очередь как вы сами озвучили, это нехватка воды, все равно. Второе, это по всему, по всей Центральной Азии идет деградация земель, потому что это у нас советское наследие, да, после советского наследия, ну как советское наследие, то есть как все пять республик обрели независимость, они до сих пор до сих пор не на качественном уровне не наладили дренажные работы, то есть у нас, например, ни в одной республике, даже в СНГ не собирают дождевую воду, хотя в этом году, например, очень много было дождей, да, и можно было его собирать и использовать, например, на нужды сельских хозяйств и на другие нужды именно в жаркие летние дни. Очень идет вот опустынивание идет, плюс исчезновение биоразнообразия, это я тоже хочу поставить на первое место, это тоже связано с изменением климата, и мне кажется, на самом первом месте это все-таки стоит проблема отходов, которые непосредственно влияют на изменение климата, потому что мы все знаем, что отходы, они из себя, когда они разлагаются, из них выходит метан, парниковые газы, которые влияют на изменение климата, и плюс я точно знаю, что во всех вот этих постсоветских регионах до ноль отходов мы не дошли, всего лишь перерабатывается около 20% отходов. Вот это основные ключевые экологические проблемы связаны с изменением климата. Спасибо большое, если уже ни у кого нет, что добавить? Буквально пару предложений нужно добавить, да, то что соглашусь, три минуты, есть такие климатические горячие точки, горячие вопросы для миграции, которые способствуют миграции, это, конечно же, доступность воды, вот, как уже сказала колледжанка моя предыдущая, и, конечно же, сельскохозяйственные, да, продуктивность сельскохозяйственных культур, опять же, связана, то есть, и с изменением погодных условий, да, изменением вообще, вот, как бы, опять же, доступ к воде, чтобы поливать эти сельскохозяйственные, потому что у нас достаточно высокий процент населения именно сельских районов, да, и, соответственно, другой момент еще пастбищные, да, пастбищные районы, которые, опять же, если будет нехватка воды, то, соответственно, не смогут они поддерживать, да, вот этот свой скот и поставлять, да, продовольственная, может быть, катастрофа в этой связи, вот, тут все вот как цепочка друг с другом связана, вот, поэтому здесь обязательно нужно планирование, причем не просто страновое, а мне кажется, оно даже межстрановое, чтобы, вот, как-то доступ к воде обязательно, вот эти все моменты договариваться за одним столом и, вот, регулировать этот вопрос. Да, спасибо большое. Все эти проблемы, с которыми мы сейчас, да, сталкиваемся, эти вызовы, они требуют очень больших усилий и координации, координации, мне кажется, вот, как уже подчеркивали, всех стран Центральной Азии. Я благодарю всех участников, особенно наших уважаемых экспертов. Надеюсь, что это серьезная проблема, да, она будет решаться, мир будет адаптироваться, и мы не столкнемся с теми катастрофами, о которых нас предупреждают. Я напомню, что сегодня с нами на связи были из Казахстана Нуджамал Исимова, Зоя Кретова из Бишкека, из Душамбе, Сирудждин Олимов, и Наргис Косимова из Узбекистана. Модерировала экспертное обсуждение я, Лола Олимова, и я призываю всех вас посетить наш сайт по адресу www.kabar.azia, где вы найдете множество интересных аналитических материалов по этой и другим проблемам, волнующим жителей стран Центральной Азии. Спасибо, что вы были с нами, желаю всем вам мира и добра, до новых встреч. Большое спасибо.